Павлодарская область – кладезь спортсменов. Они представляют наш регион как на республиканских, так и на мировых соревнованиях. Ими гордится вся страна. Последние два месяца выдались богатыми на медали. С 20 по 31 августа в городе Дубай прошел чемпионат Азии по боксу среди девушек. Спортсменки из Павлодара вернулись не с пустыми руками. Милана Аюпова взошла на верхнюю ступень пьедестала, завоевав золотую медаль. На чемпионате Азии по боксу копилку медалей пополнила Ихава Балкоева, став бронзовым призером. Подготовка к чемпионату была серьезной, тренировки отличались от обычных, говорит спортсменка. Тренировки, конечно, отличались. У нас проходили сборы в Алма-Ате, проходили около месяца. Спарринги проводили, в парах стояли каждый день. Потом специально, чтобы подготовиться на чемпионат Азии, нам приехал Узбекистан. Мы с ними стояли спарринг два дня и с теми же соперницами, которые мы встретились на Азии. На пятый соревновательный день Паралимпиады, выпавшей на 29 августа, уроженка Павлодара Зарина Байбатина, выступавшая за город Атырауза, воевала серебро. Диудаистка признается, что это долгожданная награда, которая нашла долгие годы. Прежде всего радость, гордость. Это было то, к чему я шла много лет. Для меня это было очень радостное событие, конечно. Подготовиться к Олимпиаде достаточно сложно и ответственно, говорит Зарина. Это жесткий режим, усиленные тренировки и многочисленные часы в зале. Подготовка у нас шла, в принципе, все было достаточно. Но в связи с пандемией у нас были, конечно, ограничения. А так мы съездили на Иссыкуль, были восстановительные сборы, там и тренировались, и отдыхали. И перед уже Токио последний завершающий сбор проходил в Алмате. Там мы уже готовились к последний заключительный сбор. Отличились наши спортсменки еще в одном виде единоборств. В Кубке мира по кикбоксингу, прошедшему в Будапеште в первой половине сентября, по владарке Саре Хамзиной не было равных. Девушка стала чемпионкой весовой категории 60 килограмм, тем самым выполнив международный норматив, завоевав звание мастера спорта международного класса Республики Казахстан. Ну да, конечно, это ощущение, которое невозможно передать, наверное, поймут только спортсмены, которые идут к этому через тяжелые тренировки. Вот эти все сборы, получается, сгонка веса, постоянные изнурительные, наверное, как сказать. Ну и постоянно думаешь об этом. Вот, конечно, думаешь об этом. Думаешь, вот хотелось бы оправдать ожидание тренера, чтобы получилось все так, как ты задумал. Сара, как и другие спортсменки при Иртышье, говорит, что подготовка к серьезному чемпионату значительно отличается от обычных тренировок. Но усердная работа в зале вполне оправдана. На груди у кикбоксерки долгожданная золотая медаль. Отличается, отличается. Получается, если у нас просто, ну так, мы не готовимся на соревнования, просто тренировки, то у нас вечером, там два-три часа тренируемся, кросс, СВП, так, чтобы чисто поддерживать физику. А когда мы готовимся на соревнования, уже начинаются двухразовые тренировки, уже специальные упражнения. Утром, например, кросс, ускорение, вечером в парах стоим. В копилке сборной Казахстана также медали двух повладарцев. Серебряная медаль Аделяйтымова в весовой категории 60 килограмм, бронзовая Абдурахима Смекенова в весовой категории 60 килограмм. Ну, эмоции, конечно, зашкаливали. Была гордость за свою родину, за страну, за город свой. Ощущение было очень яркое, так скажу. Необычно было, когда стоят очень много разных людей, разных стран. Когда встал на пьедестал, честно, ну, даже не верилось в это, то, что занял третье место на таком серьезном турнире для меня. Достижение наших спортсменов – большой труд. И за медалью стоит усердная работа не только самого спортсмена, но и тренера. Только он знает все возможности своего воспитанника, возлагает на него большую надежду, верит в него, поддерживает и испытывает несравненную гордость, когда спортсмен поднимается на пьедестал. Тренер по кикбоксингу Серико Анапиянов говорит, что летом спортсмены практически не отдыхали, поддерживали форму и усердно тренировались. Удовлетворение проделали на работе. Ребята вот все лето готовились, не отдыхали. Вот после чемпионата, по завершению чемпионата Республики Казахстан, они летом принимали участие в международном турнире в городе Ташкент, где Шара стала второй, а Айтымов-1 занял первое место. После этого перечень Кубка мира в городе Семей прошли учебный тренировочный сбор, и вот после этого участвовали. Практически они все лето не отдыхали. Все лето мы готовились целенаправленно именно к этому турниру. Тренер Аюповой Миланы Ихавы Балкоевой по боксу Марат Карыгбаев говорит, что не сомневался в своих воспитанницах и их медали ожидаемый результат. К этому успеху пришли долго уже, больше пяти лет они уже участвовали на чемпионат Азии в 2019 году. Также в Арабском Эмирате было Саджиро, Милан в третьем столе, Хава, я не скажу, проиграла. Оттуда и начали подготовки. Они уже не первый раз выиграли чемпионат Азии в Казахстане, отбирались и Милан участвовал на чемпионатах мира. И вот к такому результату мы в принципе планировали, что мы должны уже стать чемпионатами, уже доказать, уже как сказать, одним шагом они уже по-взрослому. Первый тренер Зарины Байбатиной по дзюдо не скрывает своих эмоций и гордости за воспитанницу. В начале своего пути Зарина в стенах нашего клуба начинала выступать именно в парадзюдо. Первый чемпионат Азии, первый международный турнир в Казаларде по парадзюдо, она как раз таки проходила и подготовку в стенах нашего клуба и непосредственно выступала, представляла наш клуб. То есть она непосредственно имеет отношение к этому клубу, и я здесь начинал с ней работать. И так же, когда мы готовились к прохождению комиссии, получении лицензии, выступления в этом направлении. И она, как, скажем так, человек, который непосредственно имеет отношение к этому клубу, в первую очередь приехала поделиться своей радостью, разделить свою радость и победу с нашими детьми. Спортсменки говорят, что им часто приходится сталкиваться со стереотипным мнением, что единоборство не для девушек, что это опасно и тяжело. Не тяжело, мне кажется, потому что мы наравне с пацанами тренируемся так же, стоим в парах с пацанами, и у нас все на равных. Мне часто говорят, что это не женский вид спорта, но привыкаешь ко всему, мне нравится. Это же такой жесткий вид спорта, особенно бывает, когда я синяками хожу постоянно, у меня там, ладно, руки, ноги, там не особо заметно. А вот я помню, перед выездом, у меня там фингал под глазом, еще на работе все такие, а что, говорит, уклона не делаешь? Ну вот, получается, сразу заметно, да, вот она начинает говорить, что это же не женский вид спорта. Ну, мне нравится. Сара Хамзина Милана как чемпион Казахстана теперь будет готовиться к следующим, не менее важным соревнованиям, чемпионату мира, который пройдет в Италии в середине октября. У Зарины Байбатиной серебряной призерки паралимпийских игр на спортивное будущее большие планы. Впереди чемпионат Азии, который пройдет в декабре в городе Нур-Султан. И, конечно, следующая паралимпиада, которая состоится в 2024 году. Милана Аюпова и Хава Балкоева теперь будут готовиться к чемпионату Казахстана, который пройдет в ноябре. Все спортсмены сходятся во мнении, что начать заниматься спортом и посвятить время здоровому образу жизни никогда не поздно. Спорт закаляет дух и делает нас сильнее.